2015 год ушел, но правительство считает этот год годом адаптации российской экономики к новым условиям. А я бы сказала, что это год упущенных возможностей. Вот сегодня мы будем рассматривать на пленарном заседании в Государственной Думе вопрос об исполнении бюджета 2015 года. Почему упущенные возможности? Потому что нашему правительству не хватило возможно смелости, возможно еще каких-то качеств, но тем не менее они не изменили экономический курс нашей страны. Это провальный экономический курс, либеральный экономический курс. 2016 год. Изменения в бюджет сегодня не радуют нас. Они несут огорчение большинству социальных проблем, они несут огорчение большинству нашего населения. Почему? Потому что в круговую 10% практически всех расходных статей бюджета урезается. Увеличивается на 23% только военные расходы. Но это мера вынужденная и необходимая. Сегодня мы живем в очень сложной геополитической ситуации. И поэтому нам нужна страна сильная и самодостаточная. Нам нужна промышленность, которая бы основывалась на новых мощных инновационных технологиях. Нам нужна сегодня развитая аграрная сфера, чтобы мы могли обеспечить продовольственную безопасность. Нам сегодня очень нужна и социальная сфера, достойно обеспеченная бюджетом. К сожалению, бюджет 2015 года не выполнил этих задач. И бюджет 2016 года с изменениями тоже не выполняет этих задач. Давайте посмотрим по цифрам. Доходы бюджета падают 2016 года, падают на 369 миллиардов рублей. Расходы бюджета растут. Растут на 304 миллиарда рублей. И мы получили просто катастрофическую цифру дефицита. 3 триллиона 34 миллиарда рублей. Как закрывать этот дефицит? У нас есть один источник. Резервный фонд. Но, уважаемые товарищи, резервный фонд в 2014 году составлял 5 триллионов рублей. А вот к концу 2016 года останется 1 триллион. Ну, да едим мы резервный фонд. А дальше что? Вот поэтому сегодня крайне необходимо менять экономический курс нашему правительству. Реальные доходы населения резко падают. 5% падения 2016 года зафиксировали вот эти изменения в бюджет. Это достаточно серьезно. Кроме того, давайте остановимся на самых главных наших социальных сферах. Это здравоохранение. Оптимизация здравоохранения продолжается и будет продолжаться. К сожалению, это курс правительства. И когда говорят, что оптимизация ведет к улучшению качества обслуживания, что это будет так хорошо для всех, конечно, никто этому не верит. Оптимизация – это только тотальная экономия. И в здравоохранении, и в образовании, и в культуре. Поэтому сегодня 90 миллиардов рублей. Вот в группе программ, которые называются «Новое качество жизни», а это практически все социальные программы, 90 миллиардов рублей, значит, урезается, и мы сегодня опять будем иметь огромные проблемы именно в этой сфере. Давайте посмотрим образование. Вот помните, была такая амбициозная очень задача – 3 триллиона рублей на 10 лет строительства школ. Это сегодня очень больная тема. И я уже вижу, как коллеги реагируют, депутаты, на эту тему. 3 триллиона. По факту должно быть 300 миллиардов рублей в год. Ничего подобного. Сначала было 50, затем эти 50 ополовинили, осталось 25. Но это еще не все, уважаемые товарищи. Дело в том, что софинансирование процент с регионами 30 на 70. А сплошь закредитованные регионы, имеющие сегодня государственный долг 2 и 3 триллиона рублей, конечно, не все могут себе позволить вот такое софинансирование. Это, во-первых. А во-вторых, это еще не все. Дело в том, что нужно построить школу, сдать ее на свои деньги регионам, и только потом оформить документы и получить компенсацию в 70%. Здравоохранение. 90 тысяч врачей, причем узких специалистов, покинули муниципальные больницы за последние годы. Но мы сегодня знаем, какая это проблема. А вот 17,5 тысяч населенных пунктов вообще не имеют никакой возможности, чтобы получить медицинскую помощь. И знаете, из этих 17,5 тысяч, 11 тысяч населенных пунктов расположены за 20 километров от ближайшего медицинского пункта. Причем по нашим дорогам добраться не всегда до этого медицинского пункта возможно. Что делать людям? Умирать. Вот это бюджет нашего государства. Из этих, наше правительство, оно традиционные способы пополнения бюджета опять предлагает нам, и в изменениях в том числе. Что это за способы? Это продажа минерально-сырьевых ресурсов, во-первых. Во-вторых, это налоги, налоги, еще раз налоги, и на физические, и на юридические лица. Поэтому других средств не предлагать. Но у нас есть программа, у нас есть внятная, хорошая, реальная программа вывода страны из кризиса. И если взять хотя бы несколько пунктов из этой программы, то можно решить многие социальные проблемы. Можно решить проблемы развития нашей экономики, развития сельского хозяйства, развития науки, культуры и образования. Вывести можно из этого коллапса здравоохранения. Какие это предложения? Это, во-первых, национализация минерально-сырьевой базы. 20 триллионов рублей сегодня мы продаем на эту сумму природных ресурсов. Только 8 триллионов попадает в бюджет. Где 12? Расползаются по карманам олигархов. Значит, второй пункт, который мы предлагаем из программы 10 пунктов вывода страны из кризиса, это пункт, значит, установить государственную монополию на алкогольную продукцию. Это тоже несколько триллионов рублей принесет в бюджет. И, безусловно, сегодня мы должны подумать и о том, чтобы наполнить наш бюджет при помощи новых методов и нового экономического курса. Ну, например, отток капитала порядка 800 миллиардов долларов за последние 14 лет. Я вот посмотрела 2014 год, так бум был тогда оттока капитала. Вы не поверите, 153 миллиарда долларов ушло за границу. Разве нам в нашей экономике не нужны эти деньги? Почему государство не проводит сегодня внятную валютную политику? И почему государство сегодня не ограничивает отток капитала? Вот они резервы, вот они ресурсы, и вот он пункт нашей программы, который позволит обеспечить сегодня пополнение бюджета. Мы не можем поддержать бюджет, который на 10% урезает практически все статьи расходов. И мы никогда такой бюджет не поддержим, потому что у нас есть своя программа. К сожалению, правительство к нашей программе пока не прислушивается. Но мы будем настойчиво добиваться, чтобы правительство все-таки приняло во внимание наши предложения, и чтобы эти предложения могли быть реализованы. Спасибо.